МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже который год по некоторым ключевым профессиям в сфере услуг ощущает серьезный кадровый голод. Повар, продавец, кассир, товаровец. Список можно продолжать. Почему желающих немного при высоком спросе на рынке труда? Постараемся разобраться сегодня в компании гостей-экспертов Это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, гости программы. Заместитель начальника главного управления торговли и услуг Гомельского обл. сполкома Галина Горбачевская. Галина Николаевна, и снова здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник управления занятостью населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. сполкома Игорь Михальков. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Павлович, добрый день. Располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник отдела кадров открытого акционерного общества Табак Винторг Марина Кулинкина. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина Дмитриевна, спасибо, что пришли. Располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ И заместитель начальника отдела главного управления образования Гомельского обл. сполкома Дмитрий Чёрненький. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Николаевич, добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ Торговля и услуги – сфера, которая действительно активно развивается, объектов становится все больше, это сложно не заметить. Как объяснить, что при вышеперечисленном в отрасле уже в последние несколько лет образовался серьезный кадровый голод по определенным, достаточно важным специальностям? На самом деле здесь не один фактор играет на какую-то ключевую роль. Прежде всего давайте посмотрим, как поменялась сама отрасль торговли. Если еще, например, 10 лет средний размер магазина в городе Гомеле, самом крупном у нас в области, был порядка 80 квадратных метров торговой площади, то сейчас этот параметр уже составляет 119 квадратных метров торговой площади. А, например, если взять в регионе в Мозырском районе, то у нас средний размер магазина составляет 145 квадратных метров торговой площади. То есть по сути своей идет за определенный промежуток времени, вот за последний, будем брать, 20 лет, укропнение идет в сети, приходят новые ритейлеры, приходят новые технологии. Мы привыкли, что продавец выполняет определенный какой-то набор операций. А сегодня продавец, он же и психолог, он и артист, он и аниматор. То есть он все делает самостоятельно, потому что ему нужно что сделать? Первое, продать то, что у него есть, тот товар, который ему положили на полку. А второе, ему нужно понравиться. Да вижу, наверное, второе будет первым, потому что если не понравится потребителю, то, я прошу прощения, не выполнишь основную свою функцию. Магазинов больше, магазины больше, следовательно, больше рабочих мест. И снова вопрос в тему, почему при большем спросе кадровый голод? Ну, я бы не назвала кадровый голод потребность в квалифицированных специалистах. Ведь продавец, кассир, повар, официант – это тоже специалисты. Причем у нас в отрасли появляются новые профессии, которых, ну, я ничего не хочу сказать в адрес сферы образования, но не всегда мы своевременно реагируем на потребность рынка в этих специалистах. Например, у нас есть сегодня потребность в специалистах бариста для сферы общественного питания. Это узкая специализация, но ее, по сути, своей. И поэтому многие готовят, многие операторы рынка, они готовят самостоятельно сегодня себе специалистов. И поэтому квалификация, конечно, на первом этапе, она не всегда будет достаточной. Если приходит квалифицированный специалист, будем говорить с образованием, образованный специалист, он приходит лишь с начальной базой знаний, а потом дальше в процессе работы уже начинает шлифовка. Но если торговлю рассматривать как отрасль, то нельзя сказать, что все гладко и очень просто. Сфера торговли, общественного питания, на самом деле, она довольно трудная и трудоемкая. Давайте вспомним профессию повара, ведь нам сегодня катастрофически не хватает поваров. А почему? Потому что профессия трудная. По сути своей, если готовить для большого количества людей, то профессия трудная. А с другой стороны, уровень зарплаты у поваров, особенно в массовых каких-то объектах общественного питания, то уровень зарплаты не будет достаточно высоким. Это с одной стороны, но хороший повар и зарплату хорошую получает. Наверное, так? Абсолютно верно. Хороший повар получает хорошую зарплату. Игорь Павлович, подключайтесь к разговору. Как понимаю, больше всего от этой тенденции страдает социальная сфера. Тех же поваров нехватка в первую очередь в учреждениях образования и здравоохранения? Дело в том, что действительно потребность большая у нас в социальной сфере испытывает как образование, так и здравоохранение. На начало года порядка 650 вакансий требовалось в образовании. Получается, почти 1700 вакансий требовалось это уже в здравоохранении. Если конкретно уже говорить про поваров, то на начало года у нас требовалось 154 повара по всей области. Но при этом на учете в органах по труду состояло всего лишь 15 человек, которые по последнему месту работы были поварами. Хорошо. А если говорить в целом про торговлю и услуги, какое количество вакантных мест сегодня в области имеется? При том, что желающих вроде бы найти рабочее место тоже немало. Ну, значит, у нас достаточно большое сейчас количество вакансий, то есть больше 10 тысяч, а если точно где-то 10-400, на торговлю сферу услуг приходится около 1000 вакансий. Здесь требуются как продавцы, у нас это постоянные потребности заявляются нанимателями, также контролер-кассир, товароведы, но это уже немножко поменьше. Всегда ли заработная плата ниже среднего? Ну, здесь сложно судить, потому что зачастую вакансии, которые предоставляют наниматели, они указывают минимальный порог заработной платы. Так, если судить, то тех же продавцов зарплата варьируется от минимальной 375 рублей до 700 рублей. Если это контролер-кассир, то тут уже вырастает до 800 рублей. Марина Дмитриевна, подключайтесь к разговору, вы профессиональный кадровик с большим опытом работы. Как оценивают сегодня свой профессиональный вклад молодые специалисты? Всегда ли эта оценка справедлива? К сожалению, не всегда. Если брать молодых специалистов, получивших высшее образование, они хотят со старта уже какую-то более высокую зарплату. Не всегда могут соответствовать тем требованиям, хочется более творческой работы. А в нашей сфере торговли очень много рутины, аналитики, там, где надо скрупулезно что-то делать. Монотонной работы много. Это не совсем устраивает молодых специалистов. Говоря про управленцев разного звена, здесь понятно. А что касается рабочих специалистов, кассир, продавец, повар? Бывает, что недовольны своей заработной платой изначально, но вообще эта категория более адекватно подходит. Я так думаю, что это связано с тем, что учащиеся в профтехучилищ, они, как правило, проходят производственную практику. От двух до четырех месяцев бывает даже больше по срокам. И в этот период они работают на рабочих местах и получают заработную плату. То есть они подготовлены уже к тем суммам, которые увидят в первые годы в расчетнике? У них заработная плата, которую получают во время обучения, она немного меньше. Но они, общаясь, находясь в трудовых коллективах, они видят, сколько получают. И они идут уже, зная, что будет у них на выходе. Зрители, возможно, скажут, нашли проблему, дайте большую зарплату каждому и не будет голода кадрового в отрасли. И все-таки, как же вот про планомерное повышение заработной платы, ключевое зарплаты, которая заработана? Система заработной платы, действующая на нашем предприятии, позволяет получать больше, зарабатывать больше. И молодые специалисты во время производственного обучения, они видят эту систему. Каждый продавец, каждый кассир, каждый повар получает по-разному. В зависимости от того, сколько они заработают. Можно сегодня и рабочей специальностью заработать? Можно. Вот я бы хотела добавить немножечко. Дело в том, что те специалисты, которые приходят с высшим образованием, да, очень много приходят даже на первичное звено. Это продавец, условно. Продавец, контролер, кассир. Но если человек закончил высшее образование, он рассчитывает на карьерный рост. И он прекрасно понимает, что да, возможно, я не готов сейчас быть сразу руководителем. Даже руководителем среднего звена. Но я для чего-то получал высшее образование. Это просто закладывается, будем говорить, в самом подсознании того, кто приходит. Поэтому, как вот говорит Марина Дмитриевна, они более адекватно воспринимают ту действительность, с которой они сталкиваются. Потому что они прекрасно понимают, пройдя первичное звено, они пойдут дальше. Вот хороший пример в тему. Я, кстати, про вас. Это сейчас вы руководите отраслью региона. Но начинали-то, насколько знаю, с официанта и продавца. Все верно? Да. Я начинала, конечно. Но я хочу сказать, что я начинала даже с ученика-продавца. Потому что я пришла в торговлю вообще не имея никакого образования. И меня поманила романтика. Романтика я хотела нравиться людям. Я хотела, чтобы люди приходили к нам. Чтобы люди получали удовольствие от общения с нами. И в продолжение темы. Свои мысли молодого специалиста тогда помните? Ну, это было творчество. Я хочу сказать, что тогда эту профессию я восприняла как творчество. Во-первых, это было другое государство. Это было очень-очень давно. Александр. Деньги считали и тогда. Неужели рядом с вами не было человека, который, выполняя похожие функции, говорил? Недооценен я. Где достойная заработная плата? Нет. Такого не было. На тот момент такого не было. Можно было повышать свою квалификацию. Тогда была категорийность у продавцов. Приходили сначала с одной категории. Потом можно было подтверждать, аттестовываться, получать более высокую категорию. Доходить практически до руководителя среднего звена. Переходить, например, в административный. Другая система была. Торговля, она как была на тот момент, так и сейчас она остается сферой обслуживания. И здесь профессиональный рост очень-очень важен. И если человек приходит со средним образованием или среднеспециальным образованием, как правило, он в отрасли научился, то есть он получил базовые знания, он подтвердил свою квалификацию, его не устроила заработная плата, и он либо ушел туда, где ему будут платить больше, либо он ушел дальше учиться, потому что не мое, маленькая зарплата, трудная работа, я не хочу. И это нормально, но как это поможет в решении того самого кадрового голода для отрасли? Вы знаете, кадровый голод, ну вот такое не очень, как вам сказать, не очень красивое, наверное, понятие. Недостаток квалифицированных кадров, я бы сказала. Смотрите, когда мы ощутили недостаток квалифицированных кадров в отрасли, когда к нам пришли сети, это был 2007-2008-2009 года, потому что до этого были традиционные сети, работали в традиционных условиях, со традиционными стандартами, пришел сетевой ритейл, принесли свои новые стандарты, пришел к нам на рынок, где-то в районе 2010 года пришел к нам на рынок российский ритейл, помните линию грин, которая открылась на улице Хатаевича, да? Первый гипер. Это был первый гипер, абсолютно верно. И что, принимали на работу абсолютно всех, независимо от того, какое образование. Потом сам субъект хозяйствования, сама эта сеть осуществляла подготовку, стажировку и принимала на работу абсолютно неподготовленных людей. И на мой взгляд, вот та позиция, которую сегодня выбирают субъекты торговли, которые сами для себя готовят специалистов, они не ждут, что вуз, дайте мне такого специалиста с такими квалификационными требованиями, рынок очень изменчив и очень изменяются требования. Или там, дайте мне такого специалиста, он сам готовит для себя. Сегодня развивается, например, вот мы говорим, средний размер магазина растет. Да, растет. А средний размер объекта общественного питания, наоборот, сжимается. Количество объектов увеличивается, а их мощность посадочные места уменьшается. Другими словами, хочешь толкового специалиста, возьмись за воспитание его самостоятельно. Абсолютно верно. Давайте вспомним ту систему, в которую я пришла. Ведь я пришла никто. Я пришла девочка с красивыми косичками и все, и больше ничего. И меня научили этой профессии. Были наставники. При желании, с другой стороны, конечно. Абсолютно верно. У меня был наставник, более старший продавец, который научил меня, показал, как работать с оборудованием, как работать с деньгами, как работать с товаром, как работать с людьми, чего говорить, чего не говорить. То есть у меня был наставник. А сегодня приходит молодой специалист, и что, он видит такого наставника? Ему говорят, вот должностная инструкция, ты выполняешь такой регламент работы. Не справился? До свидания. Придет следующий. Абсолютно верно. Кадры для сферы услуг. Сейчас поговорим о подготовке о среднеспециальном образовании. Дмитрий Николаевич, подключайтесь к разговору. На ваш взгляд, достаточно ли сегодня в регионе учреждений, которые готовят специалистов необходимых отраслей? Учреждений образований, я считаю, что вполне достаточно. Другой вопрос, что демографическая ситуация, к сожалению, не позволяет в полной мере заполнить эти учреждения образования. Давайте обо всем по порядку. Сегодня несколько десятков профильных учреждений образования в регионе готовят специалистов необходимых отрасля. Допустим, для специалистов в сфере торговли у нас в области ведет подготовку 11 учреждений профессионального образования. В сфере общественного питания два учреждения среднего специального образования и девять учреждений профессионально-технического образования. По региональному признаку они распространены по всей области. Единицы районов не имеют учреждений профессионального образования, где ведется подготовка кадров. Получается, большая часть, так прикинуть, расположена именно в регионах. Это намеренно, как понимаю, сделано для усиления закрепляемости. Я родился в Лельчицах, и для того, чтобы там остался работать, необходимо, чтобы где-то рядом была точка обучения. Примерно так? Естественно, это одна из причин, почему подготовка ведется в тех же Лельчицах, на Ровле, Октябрьском. Именно доступность образования по месту жительства абитуриента, выпускника школы и возможность закрепления, предоставления жилья не всегда имеет возможность учреждения, организации торговли, представить общежитие и тому подобное. Естественно, удобнее, чтобы выпускник остался дома, и работа, чтобы у него находилась в шаговой доступности. АПЛОДИСМЕНТЫ И все-таки, судя по озвученным примерам, учреждений, которые готовят специалистов для отрасли, достаточно. В чем вы видите основные проблемы? Одна из них демографическая. Какие еще? Возможно, проблемой будет также то, что кроме демографии, это условия труда. Вы правильно заметили, что труд и продавца, и повара – это тяжелая работа. Не каждый из молодых людей готов на эту работу и за такой уровень оплаты труда. Это, возможно, вторая проблема. Также я считаю, что одной из проблем является утерянный институт наставничества в наших организациях. Действительно, приходит молодой специалист на ту же производственную практику. И хорошо, если налажено взаимодействие организацией торговли и учреждений образования. Если за этим ребенком закрепляется человек как с учреждений образования, мастер производственного обучения, так и опытный продавец, старший продавец, контролер-кассир, который может поделиться опытами, научить этого школьника бывшего, научить о зампрофессии. Наши выпускники должны видеть перспективы роста. Очень хороший пример, что можно, начиная с рабочей профессии, достичь высот руководителя отрасли. Так, может быть, нужно усилить ту самую профориентацию? Что сегодня в регионе делается для этого? Профориентационная работа ведется и уже на протяжении многих лет. Она достаточно отработана. Информационные встречи проводятся, встречи на родительских собраниях. Уже несколько лет действует в области областной профориентационный портал, где выпускники школ могут выбрать профессию, которая ему по вкусу. Могут прийти в учреждения образования или на предприятие посмотреть, чем заключается суть этой профессии. То есть этот вопрос с выпускниками, с учащимися, отработан. Может быть, примеров таких нужно больше? Я сегодня недаром озвучил одну невыдуманную историю как пример. Еще как пример, я считаю, возможно, для усиления профориентационной работы нам надо работать и как предприятием торговли, так и учреждением образования с родителями. С родителями сегодняшних школьников. Потому что, к сожалению, они не владеют достаточно полной информацией о том, как развивается торговля, как развивается образование по торговым специальностям или по специальностям общественного питания. А часто именно родители ключевое решение принимают в выборе, ну, как минимум, первого места обучения после школы? Ну, тем более для детей, которые заканчивают 9 классов, я считаю, что в первую очередь родители. Это главная тема. Мы продолжаем. И прямо сейчас к разговору в студии спешит присоединиться эксперт программы директор Гомельского государственного профессионального многопрофильного лицея Татьяна Гусак. Встречайте. Татьяна Адамовна, подключайтесь к разговору. По каким специальностям готовятся кадры для сферы торговли и услуг? Ну, вначале я бы хотела сказать, что наше многопрофильное лице – это достаточно молодое учебное заведение, которое функционирует с 1 сентября 2016 года в результате реорганизации Гомельских лицеев торговли и легкой промышленности. Мы продолжаем ту подготовку, которую осуществляли предыдущие учебные заведения, развиваемся в других направлениях. В настоящее время для сферы услуги торговли у нас идет подготовка по четырем квалификациям, либо профессиям, как они называются. Контролер, кассир, контролер, продавец, официант, бармен. Это основные специальности для сферы услуг в нашем учебном заведении. Мы сегодня уже говорили, что все-таки и образованию нужно более активно отслеживать ситуацию на рынке. Как в связи с этим шлифуете сами специальности? Появляются ли новые? Мы учитываем те потребности, которые существуют на рынке труда. Хотелось бы сказать, что мы ежегодно набираем пять, либо четыре учебные группы по этим профессиям. Три на основе общего базы образования, две на основе общего среднего образования. Ну и наряду с двумя учебными группами контролер-кассир-продавец мы ежегодно меняем интеграцию для привлечения абитуриентов, а также для того, чтобы молодые специалисты в дальнейшем своей трудовой деятельности могли себя попробовать реализовать. Например, есть такая интеграция, как продавец-оператор ИВМ, продавец-швея и продавец-официант. То есть, чтобы специалисты были как можно более универсальными? Да, они на выпуске получают две квалификации и потом могут быть трудоустроены как по одной специальности, так и по другой специальности. Магазинов всё больше. Почему тогда снижается из года в год процент набора? По нашему учебному заведению я не могу сказать, что мы снижаем процент набора. У нас набор достаточно стабилен. Как я уже повторилась, ежегодно это пять учебных групп. Если в количестве, то это 130-140 человек ежегодно мы набираем. Если брать приёмную кампанию 2019 года, то при планируемых четырёх группах, учитывая то, что, несмотря что, да, выпускников девятых и одиннадцатых классов их становится меньше, к сожалению, но было достаточное количество абитуриентов, которые желали обучаться именно по этой специальности. И мы, пользуясь моментом законодательства, который установлен, и по согласованию с главным управлением образования, осуществляли набор дополнительной группы. И мы дополнительно набрали после девяти классов ещё одну группу. То есть было бы больше желающих? Всех бы взяли? Ну, мы забрали всех в этом году, благодаря тому, что у нас было разрешение на дополнительный набор. И для того, чтобы подвести черту в этом блоке разговора, на ваш взгляд, о мотивации и профориентации ещё немного поговорим. Что в этом плане самое главное, что является веским действительно аргументом прийти в профессию, быть в ней успешным и развиваться? Про профориентацию можно говорить очень много. Нашим учебным заведением масса направлений, в котором мы работаем, для того, чтобы привлечь и рассказать абитуриентам об этой профессии. Я считаю, что самое главное — это прежде всего желание этого абитуриента, ещё учащегося общего среднего образования, учиться и получить эту профессию. Потому что когда есть желание, даже если у тебя достаточно низкий базовый уровень знаний, а, к сожалению, к нам приходят дети с невысокими средними баллами, и плюс профессионализм наших педагогов, они могут достичь нужного результата и проявить себя в профессии с самой лучшей стороны, и тот же карьерный рост тоже будет. Спасибо. Успехов. Марина Дмитриевна, а как ваша организация сотрудничает с учреждениями образования, и, если хотите, какой личный интерес предприятия в этой работе? Сотрудничаем мы достаточно плотно. На базе наших магазинов созданы учебные классы. Мы предоставляем возможность учреждениям образования при необходимости организовывать обучающий процесс непосредственно на территории магазина. Вделяется помещение, они проводят теоретические занятия, после этого выходят в торговый зал и вместе со своим преподавателем что-то смотрят, изучают, пробуют. С одной стороны, серьезная дополнительная нагрузка, ведь это понятно, немного отвлекает, и все-таки есть и личный интерес у предприятия в связи с тем же самым голодом по многим профессиям. Конечно. В результате обучения мы видим, что из себя представляют данные молодые специалисты, и имеем возможность заинтересовать, остаться их именно в нашей организации. Приютили всех, оставляете лучших? Да. Вот он мотиватор. Ваши объекты расположены не только в Гомеле, но и в Рогачеве. Вот интересно, чем специфичен подбор кадров в небольших населенных пунктах, каким является тот же Рогачев? Скажем так, основной источник укомплектования кадров – это все-таки являются молодые специалисты. А учитывая то, что в Рогачеве нет учреждения образования готовящих специалистов для торговли, то здесь у нас пробел. И достаточно сложно. Однако, знаю, готовят по соседству в Жлобине? Жлобинске, да. Жлобинский лицей сферы обслуживания. Сотрудничаем также с этим лицеем. Бывало такое, что подбирали просто молодежь, которая никуда не поступила. Пришли к нам в магазин, сказали, мы хотим у вас работать. Ну, посмотрели, пообщались. Отправляем на подготовку. Как бы ни звучало это в начале программы, то, о чем говорила Галина Николаевна, если хочешь толкового специалиста, будь активнее сам. И еще два экспертных мнения в тему программы ждем в студии на Пушкина 8 заведующую кафедрой коммерции и логистики Белорусского государственного торгово-экономического университета потребительской кооперации Ольгу Пигунову. Ольга Владимировна, располагаетесь. И заведующую кафедрой товароведения этого университета Елену Рощину. Елена Васильевна, добрый день. Ольга Владимировна, подключайтесь к разговору. Проблема недостатка профессиональных кадров в сфере торговли и услуг коснулась и высшей школы. Спасибо за приглашение. Тем более, что нашему университету 55 лет. В этом году мы отметили юбилей. И надо отметить, что мы ощущаем эту проблему так же, как и другие университеты и учреждения образования. Но с тем акцентом, что у нас университет небюджетный. И мы, можно сказать, предпринимательская структура. Университет уровня 3.0, как сейчас говорят. Что это значит? Это значит, что это предпринимательский университет, который сам зарабатывает себе на свое развитие. И, безусловно, для нас это очень актуально. Еще более актуально, чем для университетов государственного уровня, бюджетных так называемых университетов. Для того, чтобы удержаться сегодня на плаву и развиваться, мы предпринимаем определенные усилия. Мы постоянно находимся в движении. Вот поэтому он предпринимательский. Разрабатываем новые дисциплины, уникальные, которых нет в других университетах. Этим мы привлекаем наших абитуриентов. Готовим до первой, второй ступени высшего образования. И вот мы подключились сегодня к подготовке наших специалистов для торговой отрасли, продавцов и официантов. Это единственный вуз сегодня, который взялся за такую проблему. И мы с большим удовлетворением хотим сказать, что это очень сложная работа. И очень уважительно относимся к нашим коллегам. Как вы сказали, вуз предпринимательский. Ребята сами платят за знания. И знания достаточно на высоком уровне. Однако тенденция последнего времени все чаще, пусть и не в массовом порядке, но все-таки тема действительно актуальна. Люди получают знания здесь, а отправляются, зарабатывая деньги в другие, более крупные города или даже страны. Совершенно верно. Ведь мы помним недавний разговор на правительственном уровне наших медиков. Медики уезжают, да. Это говорит о том, с одной стороны, что высокий уровень качества образования. Он действительно высокий, мы отвечаем за это качество. Но и ребята, конечно, имеют возможность сегодня не только работать в странах Евразийского союза, но и в Западной Европе, они с нами связываются, и они достаточно эффективно и быстро там трудоустраиваются. Не все, но, к сожалению, это самые инициативные, самые, можно сказать, способные к предпринимательству, не боящиеся рисков. Мы их, с одной стороны, теряем, с другой стороны, это наш имидж тоже нашего университета. И все-таки все ли и всегда ли упирается в ту самую заработную плату? Или все-таки тема профессионального выгорания, о которой мы частично говорили уже в этой студии, она где-то даже, возможно, более актуальна? Думаю, что эта проблема есть как минимум, потому что, как сказала Галина Николаевна, с приходом к нам в торговых сетей, эта проблема стала очень, очень действительно важной сегодня. Об этом говорят наши выпускники, они работают в торговых сетях, но не все выдерживают этого напряжения и потом перемещаются. То есть текучесть кадров высока именно в крупных торговых сетях, в крупных торговых сетях, я не буду их называть. Ну, если точнее, о каком напряжении говорите, да? Вроде они создали достаточно большое количество рабочих мест, условия, зарплату дали большую. Да, это очень важно. Торговые сети – это общемировая тенденция, мы от этого никуда не уйдем. Но стандарты там очень жесткие, очень целенаправленные на достижение своих результатов, прибыли, продаж. И поэтому действительно далеко не каждый выдерживает такой темп стресса. Нужна особая и психика, и психология, и стрессовоустойчивость. Поэтому многие получают вот базовый набор вот этих ценностей, они понимают, они действительно более уже осмысленны, идут дальше в свою жизнь. Но уже совершенно в другую сферу. Но уже часто в другую область. Елена Васильевна, подключайтесь к разговору. Как видите, как влиять на озвученная сегодня действительно актуальная проблема? Добрый день. На самом деле проблема глобальная, актуальная. И, на мой взгляд, в подготовке специалистов с высшим образованием и их закреплением должны участвовать все. То есть комплексный должен быть подход этой торговой организации, этой учреждения образования. На сегодняшний день наш Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, он готовит достаточно высококвалифицированных специалистов для торговой отрасли, для экономики страны. Хотелось бы, чтобы для торговых объектов различных форм собственности все-таки подготовку кадров осуществляли в том числе и торговые отрасли. Потому что на сегодняшний день вы уже слышали, что наш университет является университетом, который осуществляет по целевым направлениям подготовку, в частности, система потребительской кооперации, насколько можно. Она настолько готовит, заказывает подготовку кадров в нашем университете. Но со временем эти кадры не закрепляются. Понимая социальную миссию нашей системы потребительской кооперации, сложно удивить заработными платами специалистов. И со временем они переходят в крупные сети торговые, где более привлекательные условия. Уже достаточно давно отрасли не хватает товароведов. Как оказалась забытая некогда гипервостребованная профессия в торговле? Может быть, я сгущаю краски? Специалистов-товароведов в нашем университете готовят по специальности товароведнее торговое предпринимательство с присвоением квалификации товаровед-экономист и товароведнее экспертиза товаров с присвоением квалификации товаровед-эксперт. Я не могу с вами согласиться в том плане, что это забытая такая специальность. Если рассмотрим буквально в прошлом году на заочную форму обучения, у нас был конкурс на данную специальность. Более того, кафедрой подготовлена на второй ступени образования, это магистратура, около 50 магистров за последние 5 лет. Конечно, есть проблемы с набором на дневную форму обучения. И самая главная проблема с наличием этих профессионалов на рабочих местах. Да. И вот, как я вижу, на эту проблему влияет ряд факторов. Ну, во-первых, то, что с такой квалификацией готовят специалистов колледжа. И специалист, имея такую квалификацию, не всегда имеет возможность пойти на профильную специальность в учреждение высшего образования на платной основе. Кроме того, вижу такую проблему, что некоторые работодатели обеспечивают возможность трудоустройства специалистов не в соответствии с квалификацией. То есть тот же самый экономист, тот же самый маркетолог и даже бухгалтер закрепляются на должности товароведа. То есть они совмещают функции товароведа? Ну, здесь совмещать сложно, потому что на самом деле должность товароведа – это такая многофункциональная деятельность. И при этом не повышая квалификацию таких специалистов, не осуществляя переподготовку кадров. А на сегодняшний день вы видите, как стремительно совершенствуется ассортимент, как увеличивается импорт товаров. В связи с этим появляется контрафактная продукция, квалифицированная продукция. И поверьте, специалист без соответствующей подготовки, у него не будет навыков и способностей распознать все вот эти вот проблемы, суметь идентифицировать товар, обеспечить качество. Все меняется, все развивается, но меняются и абитуриенты, об этом мы тоже говорили. Каким профессиям, профессиям будущего, возможно, сегодня больше всего отдают предпочтение абитуриенты вашего вуза? Ну, ввиду того, что наш университет экономического профиля, единственный в регионе и один из лучших в нашей стране. В связи с этим востребованы специальности экономического профиля, такие как экономика управления на предприятии, мировая экономика, экономическое право. Ну, вместе с тем востребованы специальности, которые я бы назвала такие относительно новые для нашей молодежи. Это, например, маркетинг, это логистика. Курсы по переподготовке. Как это могло бы помочь и отрасли, а заодно и тем, кто сейчас в активном поиске работы? Можно помочь. Как я уже говорил, что у нас более 10 тысяч вакансий, всего лишь чуть больше 1000-1200 безработных. Для снижения дисбаланса между спросом и предложением по профессионально-аклификационному признаку, для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда, органы по труду занятий, социальной защите организуют обучение, профессиональное обучение безработных граждан по востребованным на рынке труда профессии. Данное обучение проходит за счет средств Фонда социальной защиты населения. При этом тот период, когда они проходят обучение, засчитывается в трудовой стаж. По какой схеме проходит этот процесс получения новых знаний и компетенций? Для этого человек, который зарегистрировался в органах по труду в качестве безработного, он посещает своего специалиста. При невозможности своего трудоустройства по имеющейся профессии или при отсутствии профессии, ему предлагается посетить профконсультанта. Там ему рассказывают, какие в настоящее время формируются группы, по каким профессиям. Если он изъявил желание, ему выписывают направление на медкомиссию. После прохождения ее он заключает договор с органом по труду и ждет, пока сформируется группа. Как долго сам процесс обучения длится? Ну, здесь в зависимости от по какой профессии он все-таки обучается. Если там, грубо говоря, лифтер, то это месяц, если это уже продавец, то это уже до шести месяцев. Это входит и теория, и практика. Ребята, которые закончили базовую школу, но никуда не поступили, имеют ли возможность рассчитывать на такое предложение от государства? Конечно. Сейчас намного стало немножко проще. Практически по всем профессиям, которые предлагаются обучение в органах по труду, ребята могут с базовым образованием обучаться. Если это уже, конечно, идет повышение квалификации, то, извините, уже они не могут на это претендовать. Или переподготовка тогда уже нет. Люди 50+, на мой взгляд, наиболее уязвимая категория на рынке труда. В среднем поиски работы занимают 11 месяцев. Как в этом плане стараемся помочь этим специалистам? Для них, как понимаю, переподготовка – это своего рода шанс начать профессиональную жизнь, возможно, с нуля? Да, действительно. Данные граждане, хоть уже, скажем так, прожили достаточно большой период своей жизни, имеют багаж знаний, но зачастую по различным причинам остаются без работы. То есть, может быть, у них проблемы со здоровьем, и они не могут уже работать по той профессии, которую им проработать практически всю жизнь. Им также предлагается у нас пройти обучение. Зачастую, вот они, такие граждане при пенсионном возрасте, они проходят обучение на того же лифтера, где меньше нагрузка, на оператора газовой котельной. Ну, а также предлагается открыть собственное дело за счет средств Фонда социальной защиты населения. Единственное, нужно понимать, государство дает деньги на твое развитие, но только гарантии на трудоустройство, если это не целевик, практически нет никаких. Это всего лишь шанс? Это шанс, это шанс, но, в принципе, мы стараемся, чтобы граждане, которые направлялись на обучение, они все-таки шли с последующим трудоустройством. За прошлый год у нас, в принципе, 60, больше 60% граждан были направлены под заказ нанимателя. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, сегодня мы говорили о кадрах в сфере торговли и услуг. Галина Николаевна, как двигаться, стратегически двигаться отрасли в будущем? На наш взгляд, нужно использовать все каналы получения квалифицированных кадров. Это и канал обучения, профессионального обучения, то есть среднеспециальное, либо высшее образование. То есть использовать потенциал учебных заведений, это первое. Второе, это обязательно рассчитывать на собственные силы. Какие специальности нужны, какие специалисты нужны, такой заказ каждый субъект и должен проводить в той же сфере образования. Либо самостоятельно, путем приглашения специалистов, которые могут обучить и направление на учебу, то самостоятельно использовать этот ресурс. Ну и естественно, я считаю, что вот большое спасибо, например, вот Табак Винторг, они сохранили такое понятие, как наставничество. Я бы очень хотела обратиться ко всем, чтобы вспомнили, что это такое. И возродили у себя, и по сути своей, передавали опыт взрослых, грамотных, опытных, знания, навыки, опытных людей, передавали тем, кто приходит молодые с горящими глазами. На этом ставим точку, встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Благодарю за участие. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Благодарю за участие. Спасибо. Благодарю за участие.